Человек Галахи ни перед кем не заискивает. Он не ищет похвал и одобрения толпы. Он знает, истина его светильник. Галаха – путеводный огонь. Он всем своим существованием не приемлет бездельников и людей, убивающих время. В его глазах лишена всякой ценности богобоязненность, не основанная на торе. «Невежда не боится греха, а неуч не благочестив». А вот 2.5. Старое высказывание Сократа «Добродетель – это знание» созвучно позиции человека Галахи. Есть только одна истина, полная и совершенная, которой он не поступится ни для какой возвышенной цели. Он ни на йоту не отступит от Галахи, даже во имя великого дела. Он всегда будет отстаивать истину, истину Галахи. Поэтому настоящий Галахист не будет ни слишком мягок в законе, ни слишком строг. Он будет всегда стоять за правду. Человек Галахи исполняет заповеди Торы без уступок и компромиссов, так как именно это исполнение и есть для него главное устремление души. Когда он осуществляет идеальную Галаху в гуще реальной жизни, он приближается к уровню «божьего человека» в кавычках – «пророка», «творца миров». Человек Галахи никого не страшится. Как может бояться человека создатель миров и партнер-творца всего мира? А посему он никогда не предаст свою миссию, не осквернит свою святую задачу. Он внимателен к происходящему и открыто встанет на защиту бедного, нищего и сироты. Мой дядя, Раби Мейр Берлин, Бар Илан, рассказывал мне, что однажды Раби Хайма из Бриска спросили, в чем назначение раввина. Раби Хайм ответил – в защите одиноких и покинутых, заступничестве за честь бедных и спасение слабого от притеснителя. Не вынос юридических решений и не политическое руководство. Воплощение идеала справедливости – вот огненный столб, за которым следует человек Галахи. Вот, как он понимает задачи учителя и раввина в общине Израиля. Никакие религиозные обряды не помогут, когда основы справедливости попираются ногой гордеца. «Заповедь, выполненная через грех, в ней нет ни крупицы ценностей, ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабеж и несправедливость» – Псалмы 61.8. Притеснение ближнего приводит к тому, что молитва не принимается. Страдания бедных, горечь несчастных перевешивают многие заповеди. Позорящий ближнего публично не имеет доли в мире грядущем. А вот 3.15. «Йон-Кипур не искупает греха по отношению к ближнему, пока у него не получено прощения» – Маймонит, Закон Тшувы 7.9. Галахе совершенно чуждо представление о том, что человек, выйдя из торжественного храма и придя на рынок, может измениться до неузнаваемости. Мы уже отмечали выше, что взгляд человека Галахи направлен вниз, а не вверх. Он не делит мир на два разных владения – область временной жизни и область жизни вечной. Напротив, вечность он вносит во временные рамки. Обычный человек веры часто разделяет жизнь на божественную, трансцендентную и земную, телесную. Для него мир молитвы и мир реальности не пересекаются друг с другом. Выйдя из храма, он становится другим человеком. Галаха же не признает такого дуализма, такого духовного раздвоения личности. Для Галахи человек в доме служения, занятый исполнением религиозного обряда, и человек в гуще обыденной жизни – это одна и та же личность. Галаха утверждает, что человек стоит перед Богом не только в синагоге, но и на улице, в своем доме, по дороге ложась и вставая. «И говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и когда ты ложишься, и когда ты встаешь» – Трозаконие 6.7. «Идя из живых», когда я butts на патру, Продолжение следует...